Какое главное событие этого года вы бы отметили для отрасли отдельно, да, и отдельно для вашей конкретной компании? Ну, давайте начнем по традиции с того края, Алексей. Да, максимально кратко. Для меня СОП-форум, потому что я всю программу организовал, я устал, но было очень круто. А для отрасли, я считаю, деструктивные киберинциденты. Как ни удивительно, но мне кажется, это единственный драйвер кибербеза в России. Ну, не считая регуляторов, но все-таки больше, это реальный инцидент. Уходящие корнями в ствол на край, не петь, вот это все, да, продолжение истории. Да, супер, отлично, Жень. Для отрасли мне хочется выделить технологические партнерства. Мы наконец-то начали разговаривать между собой, договариваться до того, как приходим заказчика, а не на территорию его инфраструктуры. Вот, а для компании, я бы, наверное, тут тоже на две поделил. С точки зрения инцидентов хочется отметить триангуляцию, хотя про нее все миллион раз слышали, да, и могут почитать еще раз, если кто-то вдруг упустил. Для себя хочется отметить какую-то комплексность, которую мы сейчас делаем, предлагаем, и которая действительно набирает обороты для тех заказчиков, у которых есть нехватка ресурсов человеческих и других историй. Хорошо, спасибо, Алексей. Для отрасли я бы выделил повышение штрафов за утечку персональных данных. Оно еще не произойдет? Уже, по-моему, нет, еще пока 3% от оборота, это, конечно, сильно, пока очень пугающе. Очень, на мой взгляд, это лучшее, что могло бы произойти в этом году для AirVision. Ну, конечно же, наша первая собственная конференция и выпуск двух продуктов, 7VM, то есть тут на рынке становится жарко, что делать? Супер. Андрей? Ну, для себя, для своей команды я хочу сказать, что мы, конечно же, запустили бренд К2 кибербезопасности, отдельную компанию, которая занимается именно кибербезопасностью. И наша основная миссия – это быть экспертами и нести экспертизу в рынок. А для отрасли, по большому счету, я вот не хочу выделять какого-то одного прям очень яркого события, потому что, на мой взгляд, его по большому счету и не было. Я выделю совокупность событий, но, по большому счету, мы перевели дух, отдышались, и все отрасли начали двигаться в поступательном, правильном направлении, когда информационная безопасность становится частью бизнеса, когда на информационную безопасность начинают обращать внимание, когда IT-службы начинают сотрудничать с ИБС-службами. И вот этот тренд, который я сейчас задан, он на самом деле крутой. И второй крутой тренд – то, что, по большому счету, вот я с этого начал, для меня сейчас идет становление российского нового рынка кибербезопасности. Это становление рынка, оно, конечно, дает и нашим компаниям, и нашей стране достаточно хорошие перспективы развития, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. И это очень круто. Хорошо, спасибо. Для отрасли я бы сказала в целом, что коллеги тоже уже обсуждали, что атаки стали другими, более сложными, распределенными, соответственно, это воспитывает, это заставляет развиваться, опять-таки, в этом есть как минусы, так и плюсы, да, то есть, ну, давайте там об этом думать позитивно. Для компании, для Security Vision год был очень продуктивный, на самом деле, с точки зрения увеличения оборотов, ростов. Мы запустили третий офис очень большой технологический, вот, и, соответственно, выпустили ряд тоже новых продуктов. Весной это у нас вышел SOAR 2.0, это с динамическими плейбуками, уникальная, на самом деле, мы считаем, на рынке такая история, ну, ни у кого такого нет пока что. Вот, и второй момент, это был, в конце года мы уже выпустили это NG SOAR, это некий SOAR, который включает в себя ряд подсистем от обнаружения, там, от возможности обнаружить инцидент до уже реагирования, то есть, это с подсистемами того же СИЭМа внутри, там, сканеры с видимостями, понятно, что ассет менеджмент, там, ну, и, конечно же, реагирование, вот. Спасибо. Андрей? Я бы отметил, для отрасли это деструктивные киберинциденты и новые технологические аспекты проведения кибератак, ну, например, тот же Rapid Reset для защиты от DDoS. И, как следствие, эта отрасль толкает в сторону совершенствования средств защиты. Но для компании это выделение бренда MTS Red на рынки кибербезопасности как отдельного бренда, который, собственно, и занимается противодействием тому, что является главным событием для отрасли. Спасибо. Павел? Ну, для отрасли я бы назвал законодательство по доверенным ПАК. Это эпической силой событие. Как, по-моему, еще не все ощутили, насколько, но под этим законодательством пройдет следующий лет семь, и, ну, большая часть еще даже не осознает, насколько это серьезно будет. А что принято там? Ну, это в рамках постановления 19.12 правительства о преимущественном использовании доверенных программно-аппаратных комплексов на субъектах Киев. То есть там сказано, что все средства защиты должны быть сертифицированы, должны быть очень четкие планы по переходу на эти самые доверенные программно-аппаратные комплексы. Ну, причем записано так, что у тебя любой софт должен быть частью программно-аппаратного комплекса. Это все должно быть обязательно на российском железе, это обязательно должно быть российский софт. И это очень мощный элемент встряхивания рынка, потому что тут следующего, до 30-го года, когда там дедлайн поставлен, мы с этим будем жить. И для компании, наверное, самым ярким событием это был наш технологический альянс с Астрой, с Астрой Линуксом, когда мы создали некий совместный продукт, бандл, когда вот Астра продается совместно с Секретнет, и вот мы в дальнейшем будем эту историю расширять, углублять и повышать эффективность ее, потому что обе части, обе компании осознали, что мы вот друг без друга не можем. Это вот очень мощная штука. Да, ну то есть, получается, в 25-м году отработает 166-й указ президента, а потом мы будем жить под влиянием вот этого вот ПП-1920. Слушай, там сложная ситуация с этими указами, потому что и в 166-м указе, и в 250-м указе сказано в качестве дедлайна 1 января 25-го года, а потом в постановлении 19-12 сказано, что дедлайн, вообще говоря, 30-й год. И как вот это все дело вместе, это вот будет в следующем году уже понятно. По-моему, мы еще, ну то есть, там даже, даже там где-то принято, не до конца понимаю. Подождем, да, мы еще более подробно с этим обсудим. Хорошо, Антон? Ну, для меня, для отрасли кажется, что самое лучшее, что происходит, это появление вот этих комьюнити, которые объединяются перед лицом, там, какого-то врага или задачи. Ну, здесь с точки зрения регуляторика и реальной атаки и так далее. То есть, вот эти вот клубы, там, более открытые, там, мероприятия, их становится больше. И это важно, на самом деле, нужно делиться опытом и так далее. Лично по компании, ну, у нас есть такая амбиция, как выход на бакбаунти к маю. И мы стартовали в этом году проект по модернизации всей инфраструктуры. И как раз на себе, там, референсно проходим все закрытия, хардинги, договоренность с IT и с бизнесом в том числе. Хорошо. На этом Блиц наш завершен. На самом деле, очень такой интересный спектр мыслей, да, что вы озвучили.